Аминь. Хорошо, друзья. Энди Роман из Advent Messenger опубликовал следующую статью 4 мая 2021-го. Поразительные события совершаются и для народа Божьего, знающего пророчества, эти события действительно вызывают тревогу, мягко говоря. Это Отступнический Союз Церкви и Государства. Заголовок говорит, адвентисты седьмого дня стали сотрудничать с кем? Церковь стала сотрудничать с Федеральным Агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях и с Министерством внутренней безопасности США. С какой целью? Чтобы организовывать мероприятия по массовой вакцинации. И снова я ясно заявляю, что это Отступнический Союз Церкви и Государства. И мы были предупреждены, что такое произойдет прямо перед тем, как будет установлено начертание зверя, воскресный закон. Мы были предупреждены, нам было сказано, что подобное будет происходить. Вы можете посетить веб-сайт и прочитать больше о том, что говорится в этой статье от брата-евангелиста Энди Романа. Посмотрите, что дальше говорится, друзья. Он опубликовал на сайте Advent Messenger еще одну статью от 3 мая 2021. В заголовке сказано, «Если вы хотите поклоняться в Духе и Истине», читаем дальше, «идите и делайте прививку». Кто это заявляет, друзья мои? Адвентийское здравоохранение. Конечно же, я поясню. «Если вы хотите поклоняться в Духе», какой это Дух? Разве это Божий Святой Дух или это не чистый Дух и не истина? Но они хотят продвинуть поклонение во лжи, продвигая кесарей фараонов. Вот так, друзья мои, сатанинскую вакцинацию, отнимая наши права и свободы. Интересно, будут ли очень-очень скоро адвентийские учреждения, включая церкви и школы, делать обязательным принятие препарата от COVID-19 для отдельных людей, чтобы люди могли посещать богослужения, посещать занятия в классах? Послушайте это видео. Вы можете по-прежнему потенциально распространять болезни, если вы привиты. И поэтому вы видите, что мы все так же носим маски. И в Большой Общине это становится проблемой. Вы хотите действительно побудить всех там носить маски? Мы хотим, чтобы Дух присутствовал там, но не хотим, чтобы там присутствовал вирус. Обратите внимание, в Большой Общине это действительно говорит о возобновлении богослужений в зданиях. о совместных богослужениях без ограничения на количество посещаемых в этих церковных зданиях. Продолжим. Я считаю очень важным, чтобы люди поняли, если вы хотите иметь возможность поклоняться в Духе и Истине, как говорит слово, сделайте прививку. Это очень просто. Затем приводите друга в церковь, и приводите друга, чтобы он делал прививку, и затем приводите его с собой в церковь. Какой это Дух? Какая это истина? Потому что в мире есть поделки. Поймите это, друзья мои, контекст здесь такой. Объединяйтесь с правительством, не продвигайте библейское здоровье. Нет, нет, нет. Помните, они говорили нам, должен ли я снова затронуть это? Нет, я не буду. Слушайте. В Духе и Истине, как говорит слово, сделайте прививку. Это так просто. И очень важно, чтобы люди поняли, если вы хотите иметь возможность поклоняться в Духе и Истине, как слово говорит, сделайте прививку. И это так просто. И затем приводите друга в церковь, или приводите друга на вакцинацию, и затем приводите их с собой в церковь. Приводите друга в какое церковное здание? В какое окружение? В окружении, где народ, называющий себя Божьим, публикует ложь, продвигает ложь, поддерживает ложь. Нам необходимо понять, что мы сможем вернуться к жизни, какой мы её знаем, что мы сможем получать духовную пищу, в которой мы все нуждаемся, как община, и нам это нужно, потому что мы действительно нуждаемся в исцелении. Исцеление? Исцеление чем? Исцеление сатанинской вакцинации. Это очень-очень печально, мягко говоря. Обратите внимание на этот момент, что пасторы, пресвитеры, дьяконы среди адвентистской церкви и других церквей должны продвигать вакцинацию от эпидемии 19 с кафедры. Люди оказывают своим духовным лидерам много доверия, и буквально, если бы мы могли побудить пасторов, дьяконов, говорить о необходимости сделать прививку с кафедры, я думаю, что это оказало бы невероятное мощное влияние, потому что вы духовные лидеры общины и церкви, и где бы ни находился дом молитвы, это передышка для многих людей. Вы услышали это, друзья мои? Поэтому я говорю, следите за предстоящими месяцами, и как люди, которые хотят посещать школу адвентистов 7 дня, также и церкви, будут ли их просить показывать паспорт с отметкой о вакцинации. Им нужна информация по духовным вопросам. Им также нужна информация по вопросам, связанным с физическим здоровьем. И я думаю, что мы не должны недооценивать силу влияния за кафедрой для решения проблем с прививками и нерешительностью в этом вопросе. Обратите внимание, и нерешительностью в этом вопросе. Кафедра, чтобы принудить совесть. И заметьте, поэтому они должны приходить в церкви, чтобы получить духовную пищу, а также информацию о здоровье. В контексте сказанного информация о борьбе с болезнью не соотносятся с Божьими библейскими принципами предотвращения болезни и их лечения. Нет, это лекарство кесаря. Вы помните, как вчера я об этом говорил? О премьер-министре Антигуа. Друзья, хотя он начал с того, что сказал, что это не угроза, любой понимающий человек будет знать, что это угроза. Вы не сможете позволить себе не сделать прививку от эпидемии 19. Затем он дальше сказал, что будет плачь и скрежет зубов. Плачь и скрежет зубов в этой стране. Что это значит? Позволим ему сказать, что это значит. Либо вы делаете добровольно прививку от эпидемии 19, либо вас принудит это сделать. Плачь и скрежет зубов в этой стране. Вы знаете, что мне вспомнилось, друзья мои? Три текста Писания. Матфея, глава 8. Запишите это. Матфея 8, глава, стих 12, где Христос сказал, что будет плачь и скрежет зубов. Христос также сказал, что эти люди будут выброшены восьму внешнюю. И сейчас мы понимаем, что подразумевал премьер-министр. И по пророчеству, куда всё это ведёт. Вы будете выброшены из общества. Матфея, глава 22, стих 13. Вы будете брошены восьму внешнюю, где будет плачь и скрежет зубов. Ещё Матфея, 25, глава. Записывайте, друзья. Матфея, 25, глава, стих 30. Вы будете выброшены восьму внешнюю. Вы будете отрезаны от общества. Там будет плачь и скрежет зубов. И что нам сказано в желании веков на странице 121? Во время последней великой схватки... Во время чего, друзья мои? Во время последней великой схватки с сатаной верные Богу увидят, что они лишены всякой человеческой поддержки. Многие спрашивают, есть ли здесь связь между теперешней политикой в борьбе с эпидемией 19 и приближающимся кризисом начертания зверя воскресным законом? Друзья, политика очень схожая. Пробудись, восстань, восстань. Я сейчас буду говорить о разных высказываниях, имеющих смысл такой. Либо вы получите морковку, либо палку. Вы когда-нибудь слышали такое выражение? Эту пословицу про морковку или палку? Друзья, морковка – это политика успокоения. Или вы пойдёте добровольно, или получите палку. Вы видите это? Вы видите эту картинку на экране? А вот вторая картинка – морковка или палка. Вы видите это, друзья мои? Другими словами, будьте в согласии с повесткой дня морковкой или получите палку. То есть будете наказаны. stick, палка, prick, укол. Что интересно, звучат они похоже. Вот так, друзья. Морковка или палка? Морковка или палка? Обратите на это внимание. Это ведущий CNN. Он говорит, посмотрите на рамочку голубым цветом в правом верхнем углу. Он говорит, нам нужно лучше морковка сделать прививку или побольше палка. Что это за палка побольше? Это значит, что вы будете выброшены во тьму внешнюю, изолированы от общества. Мы это видим не только в Антигуа и на Барбудо. Это происходит теперь. Эти настроения присутствуют и распространяются в Соединенных Штатах Америки. Послушайте это, друзья, и плачьте. Если такого рода поощрение не сработает, есть еще и палка, которой могли бы воспользоваться правительство и частный сектор. У компании есть особые рычаги и воздействия, поскольку они могут потребовать от сотрудников сделать прививки и ограничить доступ в общественные места, такие как авиалинии, общественный транспорт, большинство спортивных и культурных объектов, рестораны и кинотеатры. Вы видите, это палка побольше. Если этот компромисс с морковкой не сработает, тогда понадобится не просто палка, но нам нужна палка побольше. Хорошо, друзья, более сильные гонения. Изолируйте их от общества, выбросьте их во тьму внешнюю. Послушайте еще раз. Он продолжает. В США сегодня Майкл Стерн, бывший федеральный прокурор сказал следующее. Компании должны сделать вакцинацию обязательным условием приема на работу. Вспышка COVID может привести к закрытию бизнеса и нанести финансовый ущерб. Они способны собеспечить соблюдение основных норм охраны здоровья, безопасности, несправедливо по отношению к сотрудникам, которым приходится работать в офисах, на фабриках и в магазинах, где требуется близкий контакт. Вещи тоже должны стать личными. Люди должны требовать, чтобы друзья были привиты, чтобы посещать барбекю и дни рождения, которые они устраивают. Друзья, не позволяйте друзьям распространять COVID. Да, он прав. Поймите вот что. Контекст в этом выступлении касается экономики. Хорошо, друзья. Но что нам сказано в Великой борьбе на странице 589 и Великая борьба страницы 590? Воскресный закон будет установлен. Это приближающаяся палка. Воскресный закон будет установлен, чтобы вернуть стране божественное благоволение и временное материальное благополучие. Лаудата Си, параграф 237 или пункт 237. Мистер Антихрист заявил, что воскресный закон по всему миру нужен, чтобы заботиться о климате и о бедных. Видим ли мы, что приближается, друзья? И Откровение 13 глава, стихи с 15 по 17. Мы видим тот же принцип. Морковка или палка. В Даниила, главе 3, Новоходоносор, царь Вавилона, мы видим предложенную морковку и палку против трёх верных юношей. Вы либо поклонитесь, когда заиграет музыка, пусть она заиграет. Если вы не поклонитесь, морковка, музыка морковки, если вы не поклонитесь, то для вас будет огненная печь, палка. Откровение 13 глава, стихи с 15. Вы или добровольно поклонитесь, даже если вы не верите в то, что мы говорим, поклонитесь добровольно, иначе вы будете приговорены к смерти. Это выбор. Морковка или палка, стихи с 16. И он делает так, чтобы и малые, и великие, богатые и бедные, свободные и подневольные, стихи с 17, чтобы вы не смогли ни покупать, ни продавать, выбросить их восьму внешнюю. Да, друзья мои, мы к этому подошли. Морковка или палка? Палка побольше. Мне интересно, насколько большой будет эта палка. Подождите, давайте посмотрим, на губернатора Нью-Йорк-Сити Эндрю Коома. Он говорит, поместите учеников, студентов, всю молодежь в возрасте от 16 до 25, поместите их в автобусы, да, друзья, в автобусы, и отвезите их в разные места, где делают прививки от эпидемии 19, и сделайте им укол. Но на что это похоже на основании истории и пророчества? Посмотрите на это, друзья. Хорошо. Вот информация 29 апреля 2021. Коома, красным шрифтом. Коома сказал, руководство штата нацелено на то, чтобы сделать прививку большему количеству людей в возрасте от 16 до 25. Знаете, почему 25 лет? Потому что закон о доступном медицинском обслуживании, также называемый Абамакея, заканчивается в 25 лет. Если вы старше, то такая молодежь больше не пользуется страховкой родителей. Голубушрифтом. В школе идет учебный процесс. Старшая школа должна организовать, куда они отвезут учеников от 16 и выше. В какое место, где делают прививки, посадить их в автобус, говорит он красным шрифтом. Коома говорит, что он считает, что молодые люди могут либо колебаться, либо верить, что у них не будет серьезных симптомов. Это звучит как принуждение. И вы мне говорите, что в Нью-Йорке нет поездов, автобусов? Если бы эти родители хотели, чтобы их дети получили прививку от COVID-19, они могли бы взять отгул и отвезти своих детей молодежь на прививку, если они сделали такой выбор. Ну что мы теперь видим? Принуждение. Губернатор настаивает на вакцинации детей в возрасте от 16 до 25 лет, побуждая старшие школы составлять планы по доставке учащихся, которые этого хотят, к местам, где они могут это сделать. Пусть эта фраза вас не обманет, учащихся, которые этого хотят. Им не нужно, чтобы ими руководило правительство, чтобы это сделать. Слушайте внимательно. Какую группу мы имеем целью привести к вакцинации? Молодых и сомневающихся. Это наши слова. Они не похожи на научные слова. Молодому поколению и поколению, которое имеет сомнение. Мы очень много работаем над тем, чтобы стимулировать молодых людей. Друзья мои, молодым и сомневающимся. Молодым и сомневающимся. Знаете, что я здесь вижу? Когда воскресный закон будет установлен, это повлияет на демографию всех возрастных групп. На молодых и старых. Поскольку старшие школы должны организовывать людей, то я попросил старшие школы организовать мероприятия, на которых они будут возить своих учеников на места, где делают прививки. Посадите их в автобусы и везите на места массовой вакцинации, так как это то население, которое нам нужно вакцинировать. Никто не избежит этого настоящего кризиса и грядущего последнего кризиса начертания зверя. Послушайте меня внимательно, друзья. Есть опыт, который нам нужно иметь сейчас, для того, чтобы выдержать потом. И нам сказано в «Великой борьбе» на странице 622, что этого опыта мы не имеем. И, соответственно, я начал делиться этими принципами истины, которые находятся в Матвея, главе 5, в заповедях блаженства. Принципы, которые мы в них изучали. Да, друзья, в заповедях блаженства отражено развитие христианского опыта. И сегодня мы хотим продолжать возрастать в христианском опыте. Давайте возьмем третий шаг. Сколько из вас помнят вчерашнюю программу? Какой был второй шаг? Участвуйте те, кто в прямом эфире. Какой был второй шаг? Сегодня мы обратимся к Матвею, главе 5, и стихе 5, где Библия говорит нам, что блаженны кроткие. Запишите слово кроткие. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вопрос, что это за земля? Те, кто в эфире. Какая это земля? Здесь говорится, друзья, о новой земле. Кто туда войдет? Аминь. Кто туда войдет? Те, кто кроткие. Я хочу задать вам вопрос. Сколько людей Бог желает видеть на новой земле? Он хочет, чтобы все вошли на эту новую землю. Сначала в небеса, а затем на новую землю. Но сделает ли каждый выбор быть на небесах? Сделает ли каждый выбор быть послушным Богу? Сделает ли такой выбор? Много званых, но мало избранных. И сегодня я избираю быть кротким. Избирайте ли вы быть кроткими? И Библия говорит нам, что Бог призвал всех, нас, быть кроткими. Посмотрите со мной на Эфесянам главу 4. Библия говорит нам в стихе 1. Здесь сказано. Поэтому я, Павел, узник Господа, умоляю вас, ходить достойно призвания. Что значит призвание? Положение, позиция. Ходить достойно призвания, которым вы были призваны. К чему вы призваны? Библия говорит в стихе 2. Вы призваны со всем смирением и кротостью. Мы все призваны быть кроткими. Друзья мои, на основании стиха 2. Что значит кротость? Друзья мои, это значит быть смиренными. Посмотрите на экран. Кротость означает быть мягким. Кротость означает быть смиренным. Кротость означает быть скромным. Не lonely, а lowly – смиренным. Кротость означает быть подобным Агнцу. Быть подобным Агнцу. Это кротость, друзья мои. Запишите 2 Коринфянам, глава 10, стих 1. Посмотрите, что говорит Библия. 2 Коринфянам, глава 10. Библия говорит нам в стихе 1. «Я же, Павел, умоляю вас кротостью и мягкостью Христа». Кротость — это смирение. Кротость — это мягкость. Кротость — вы подобны Агнцу. Вопрос. Разве мы рождаемся с кротостью? Друзья мои, разве это врождённая черта характера? По природе своей мы не кроткие. И Библия говорит нам, что нам нужна кротость, чтобы быть спасёнными. Вижу ли я в этом нужду? Видите ли вы в этом нужду? Господь сделай меня кротким. Друзья мои, Библия говорит нам, что об этом мы должны выпиять. Ваша ли это молитва? Господь сделай меня кротким. Кротким, как Иисус. И, друзья, тексты Писания говорят, что крутость — это одна из черт плода Божьего характера, Божьего Духа. Это значит, что по природе своей мы не кроткие. Какой текст открывает нам плод Божьего Духа? Что это за текст? Посмотрите со мной. Галата, глава 5. Библия говорит нам в стихе 22. Но плод Духа, мы знаем это, любовь, радость, мир, долготерпение, мягкость, доброта, вера. Какое первое слово в стихе 23? Кротость. Послушайте вот что, друзья мои. Посмотрите на контраст, на противоположные черты характера. Если вы не кроткие, Библия говорит, друзья мои, вы действуете по плоти. Это значит, что вы исполнены ненавистью, гневом и раздором. Вы видите это? Посмотрите на стих 18, стих 19, на дела плоти, стих 20, Библия говорит. Те, кто не кроткие, Библия говорит, они исполнены ненавистью. Не были это? По природе это наш характер. Разногласия. Что это значит? С соперничеством. Что это значит? Яростью, раздором, подстрекательством, ересями, завистью. О чем я говорю вам наперед? Вы не войдете в Царство Божие. Вот так, друзья. Господь, сделай меня кротким. Вот почему наше Я должно умереть. Плоть должна умереть. Мы должны отдать все Иисусу. 1 Коринфянам, глава 15, стих 31. Чтобы мы могли получить плод Духа, друзья мои. И именно кротость. Кротость. Я хочу задать вам вопрос. Тем, кто в эфире. Кого в Ветхом Завете Библия называет кратчайшим человеком на земле? Кто это был, друзья мои? Это был Моисей. Идем к числам, главе 12. Числа, глава 12. И посмотрите со мной на стихи с 1 по 3. Джошуа. Дай нам это. Ренея. Спасибо. Числа, глава 12. И, друзья, обратите внимание, в каком контексте Библия Бог назвал Моисея кратчайшим человеком. Который когда-либо жил на земле в то время. В каком контексте? А контекст следующий. Когда Мариам и Арон были ли они членами его семьи, сестра и брат, его домашние, его члены семьи словесно били его, словесно гнали его. Это стих 1 и 2. Числа, 12 глава. У них были расовые предрассудки. Они были против Моисея и Сеффоры, его жены. Друзья мои, если кто-нибудь словесно нападает на вас по природе своей, как бы мы отреагировали? Раздором. Вы видите это? Гневом. Делами плоти. Разногласиями. Мы хотим пойти в атаку. Мы хотим словесно ответить, раскритиковать их нашей репликой. Это реакция плоти. Плоти. Мы хотим привести их в ярость нашими неуправляемыми чувствами, мыслями и словами. И если бы представилась возможность, мы пустили бы в ход руки и ударили бы по лицу, пнули бы ногой. Да, и даже пустили бы в ход огнестрельное оружие. Это дела плоти. Но этот дух должен умереть. Посмотрите на тихий, числа, 12 глава. Моисей же был человеком очень кротким. Более всех людей, которые были по лицу земли. Друзья, по природе своей, когда кто-то хочет вывести нас из себя, молимся ли мы за них? Нет, не молимся. Не молимся. Наши мысли злые, слова злые, видите, действия злые. Но что кроткий человек Моисей сделал? Библия говорит, «Он молился за них». Посмотрите на стих 10. «Кроткий ли я? Кроткий ли вы?» И молитва была, «Господь, не уничтожай их». Иногда мы думаем, «давайте молиться за них». Но мы молимся, чтобы Бог излил на них огонь и серу. Числа, глава 12, стих 10. Числа, глава 12. Мариам была поражена проказой. Это числа 12, глава, стих 10. И Аарон побежал к Моисею. «Увы, господин мой, пожалуйста, мы согрешили. Пожалуйста, прости мою вину». Стих 12. «Пусть не будет она, как мертвый младенец». Стих 13. «И возопил Моисея Господу, говоря, «Господь, исцели же ее, о Бог, умоляю тебя». Это был Моисей, друзья мои. Молитесь за них. Когда в контексте, когда они исповедовали свою вину, он молился за их спасение. Друзья, те, кто вас бьют, гонят словесно и даже физически, они получат язвы. Они получат справедливый приговор. Вы же оставайтесь кроткими. Вам это понятно? «Господь, сделай меня кротким». Двигаемся дальше. Знаете ли вы, что кратчайший человек по имени Моисей, осознаете ли вы, что хотя он победил в этом контексте, в число главе 12, что произошло в число главе 20? Самый кроткий на земле человек пал в последнем испытании. Помните, как в числах главе 20, когда тот же народ, который он вел к земле обетованы, когда они начали роптать и жаловаться, «Мы хотим пить, Моисей!» «Почему ты привел нас сюда?» «Что ответил Моисей в числах главе 20, в стихах с 10 по 12?» «Должны ли мы достать вам, бунтарям, воду из этой скалы?» И что Моисей сделал, после того, как Бог повелел ему просто сказать скале, в то время что произошло? Он ударил по скале дважды. Почему? Он разгневался. Это противоположно кротости. Вот, друзья мои, числа глава 20, стихи с 10 по 12. «Моисей, о котором однажды было сказано, как об очень кротком человеке, не вошел в ханаанскую обетованную землю, потому что он не сохранил кротость во время сурового испытания». Здесь даются тексты. Тем не менее, Библия показывает, что Моисей покаялся, и впоследствии Господь взял его на небеса. «Моисей не проявил кротость на границе обетованного земного ханаана». Вот одно применение этого. «Многие из называющих себя народом Божьим не войдут в небесную обетованную землю и новую землю». Почему? Потому что они лишены кротости во время кризиса. Нам нужно постоянное бодрствование и молитвенный дух. Вы можете быть кроткими до этого, но останетесь ли вы кроткими при последнем испытании? Опыт Моисея должен предостеречь нас и побудить нас быть кроткими каждый день, во время каждого испытания. Сатана использовал тех, использовал тот же самый народ, который Моисей вёл в землю обетованную, чтобы провоцировать его на гнев. Поэтому мы должны проявлять кротость в нашем доме. Среди людей, которые окружают нас, на работе, в классе практически, ежедневные испытания, которые Иисус допускает нам сейчас, должны развить у нас кротость, чтобы мы могли быть приготовлены для грядущего большого кризиса. Что это за кризис? Начертание зверя. Насколько мы близки к нему? Во время этого периода времени мы должны продемонстрировать кротость, чтобы войти куда, друзья? на новую землю. Господь, сделай меня кротким и сделай меня постоянно кротким. Друзья, запишите слово «постоянно». Фразу «постоянная кротость». Это значит, ваш супруг будет испытывать вас, муж, жена, ваши дети будут испытывать вас, ваши братья и сестры, ваши родственники, ваши так называемые друзья, братья в церкви, сестры в церкви, ваш начальник, ваш менеджер, ваш руководитель, ваши коллеги по работе, одноклассники, любой, каждый будут испытывать вас. Останемся ли мы кроткими во время каждого теперешнего кризиса и затем в последнем кризисе, чтобы показать, что у нас есть характер Христа? Слава Богу! Даже хотя Моисей пал, Христос победил. В то время как Моисей является частичным примером, Иисус – великий образец, Он наш Спаситель. Какой текст в Писании мы читаем, где Иисус говорит, мы должны быть кроткими, подобно Ему. Мы должны научиться у Него кротости. Что это за текст? Вы вспоминайте? Те, кто в эфире, вы вспоминайте этот текст? Вы вспоминайте этот текст? Идем в Матфея, главу 11. Библия говорит нам Матфея, главе 11 и стихе 28. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я дам вам покой. Возьмите Иго мою на себя и научитесь от Меня, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой, покой душам вашим. Научитесь от Меня кротости». Запишите эту фразу. «Господь, научи Меня Твоей кротости. Помоги Мне научиться Твоей кротости». Будьте внимательны. Я копаю глубоко. Я копаю глубоко в Писании. Посмотрите, был ли Христос кротким во время Своего земного служения? Да. Но дополнительно Библия говорит нам, что кротость Христа была ясно проявлена во время последней недели. Во время последней недели Своего земного служения, которая вела ко Кресту. Ко Кресту. Христос или Варава. Суббота или Воскресенье. Идем к Матфея, главе 21. Это ясно как день. Гвоздь в нужном месте. Матфея, 21 глава. Посмотрите на стих 15. Во время какого повествования Библия конкретно называет Христа кротким? Матфея, 21 глава, стих 5. Скажите дочери Сиона, вот царь твой идет к тебе. Какой? Кроткий и сидящий на ослице и осленке. Вы поняли суть? При последнем путешествии ко Кресту, как было сказано о Христе, друзья мои? Он был назван кротким. Поскольку мы близки ко второму пришествию Христа, поскольку мы близки к смерти, можем ли мы умереть в любое время? Да. Так как мы близко к кризису воскресного закона, к выбору суббота или воскресенья, Христос или Варава, о, друзья мои, какую главную черту характера мы должны получить и проявлять? Это кротость Христа. Характер Христа. Слушайте внимательно. Давайте посмотрим на это. Идем к Исайе, главе 53. Да, друзья? Исайе, глава 53. Я дам вам три текста. Пожалуйста, запишите их. Исайе, 53, глава стих 7. Он был угнетаем и был мучим, но не открывал уст своих, как Агнец, приведен он на заклание, и не открывал уст своих. Послушайте. Некоторые люди не открывают уст своих, когда они угнетаемы и мучимы. Но если бы вы могли увидеть и прочитать их мысли, то вы бы поняли, что ими на самом деле владел сатана и его бесы, а не Христос. Его мысли были чисты. Он не открывал уст своих. Стих 8. Он был взят от темницы. Был ли он темницей? Был ли он взят отсюда? Да. В этой сцене от триумфального въезда в Матвее 21 главе стихи 5. Стихи 5. Он сидел на ослице и был кротким все время до той пятницы распятия. Он был кротким. Сделаем быстрый обзор. Было ли такое время, когда Христос открывал свои уста? Да. Когда его спрашивали о тех, кто был его последователем у Каиафа и Анны. Когда его спрашивали о настоящей истине у Пилата. Это Иоанна глава 18 стих 33-37. Он открывал уста свои. Ты сказал. Будет ли такое время, когда мы должны будем открывать наши уста? Да. 1 Петра, глава 3. Запишите. 1 Петра, глава 3 и стих 15. Идем в 1 Петра, главу 2 со мной. Иисус оставил нам пример. 1 Петра, глава 2. Посмотрите со мной на стих 21. Готовы ли вы к этому? Здесь сказано. Ибо именно к этому вы призваны. Мы призваны быть кроткими. Да. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы вы следовали по его стопам. Мы находимся на шаге третьем. Заповеди блаженства. Какие шаги? Какой пример? Стих 22. Который не сделал никакого греха, и лукавство не было найдено в устах его. Который, когда был ругаем, не ругал в ответ. Когда страдал, когда страдал, не угрожал, но уверял себя своему отцу. Вот какой это пример кротости, друзья мои. Послушайте этот важный момент. Библия говорит нам, что мы должны искать кротости, прежде чем мы умрём. Запишите «искать кротости», прежде чем мы умрём. И, наконец, Библия говорит, мы должны искать кротость до указа в воскресном дне, до излития Божьего гнева, до излития Божьей ярости. И какое событие связано с излитием Божьего гнева, с излитием Божьей ярости в последние дни? Это начертание зверя. В этот период времени Бог говорит, мы должны искать кротости до кризиса воскресного закона. Давайте откроем Сафонию, главу 2. Библия говорит нам в Сафонии, главе 2. Посмотрите на стих 1. Соберитесь вместе, подлинно. Соберитесь вместе, о нация нежеланная. Стих 2. Прежде чем выйдет указ, прежде чем день пройдёт как полова, прежде чем придёт на вас лютый гнев Господа, всё прежде, прежде чем придёт на вас день гнева Господнего, ищите Господа. Все вы кроткие земли, совершающие суд Его. Ищите праведности. Чего? Ищите праведности. Ищите кротости. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господнего. Запишите Откровение, глава 14, стихи 9 и 10. Откровение 15, глава стих 1. Божий гнев, Божья ярость – это семь последних язв во время начертания зверя. Но что мы должны искать? Искать праведности. Что мы должны искать? искать кротости, прежде чем мы умрём, прежде указа Воскресного закона. Господь, сделай меня кротким. Господь, сделай меня кротким. Господь, помоги мне научиться Твоей праведности, научиться Твоей кротости, пока не стало слишком поздно. Является ли это желанием ваших сердец? «Наступило время искать эту кротость». Друзья, какое из обетований, если мы кроткие? Посмотрите на экран. Скажите мне, какое из обетований, если мы ищем Божью кротость? Библия говорит, мы будем искать и мы найдём. Теперь я вам повторю и дам мои заключительные аргументы. Послушайте, друзья, кротость – это быть обращённым. Идём в Колоссяном. Будем заканчивать. Колоссяном, братья и сёстры, если эта программа села в полдень, своевременно, если её нужно применять, если вы считаете, что она относится к вам, друзья мои, и просто наберите слова «Слава Богу!» «Слава Богу!» Колоссяном, глава 3, стих 8, говорит. «Но теперь вы также отложите всё это». Что мы должны отложить? «Гнев, ярость, злобу, сквернословие уст ваших». Сей девятый. «Не лгите друг другу». Сей десятый. «И облекитесь в нового человека». Стих тринадцатый. «Вы должны прощать друг друга». И стих двенадцатый. «Облекитесь поэтому, как избранные Божьи, в милость, доброту, смиренность ума, кротость». Стих тринадцатый. «Прощая друг друга». Кротость – это значит быть обращённым, облегшись в нового человека. Запишите слова, друзья мои, нового человека. «Последний момент». «Те, кто кроткие, они обращённые». «Те, кто кроткие, не носят ювелирных изделий». Запишите это. «Те, кто кроткие, не носят ювелирных изделий». «Они не носят серьги», после того, как они узнали, что есть истина из Писаний. «Они не носят кольца» и так далее. «Вы поняли, они не носят обручальных колец». «Они не носят обручальных колец». «Они их сняли, убрали». Первый Петра, глава третья. О да, друзья, посмотрите со мной. На стих третий. «Чьим украшением пусть будет не то внешнее украшение плетения волос и ношения золота». Стих четвёртый. «Но сокровенное сердце человек, а именно украшение кроткого духа». Вот так, друзья. Украшение кроткого и молчаливого духа, что в глазах Бога имеет великую цену. Стих пятый. «Ибо таким образом во время древние и святые женщины, которые надеялись на Бога, украшали себя, будучи в покорности своим мужьям». Какое украшение, какое ношение золота в контексте отношений между мужем и женой? Что это? В мире это обручальное кольцо. Но мы не носим этого, друзья мои. Почему? Потому что мы кроткие. У нас украшение. Кротость. Господь, сделай меня кротким. Наступило время искать праведности. Наступило время искать кротости. Прежде чем мы умрём перед кризисом воскресного закона, перед указом, который приносит гнев Божий. Я разбожью. Друзья мои, друзья мои, сестра Энрикес включит нам пение, которое называется «Господь, я хочу быть христианином в моём сердце». В один из этих дней я отведу вас за кулисы. Я обычно говорю сестре, я обычно говорю, моя дорогая жена, это тема, которую Бог дал мне. Есть ли какие-нибудь пения, которые будут дополнять мою тему? Иногда есть пения, которые как гвоздь, забиты в нужном месте. В другое время есть два и три пения, и мы выбираем одно. Господь, я хочу быть христианином. Я хочу быть как Иисус. Был ли он кротким? Посылайте ваши молитвенные просьбы и размышляйте с молитвой над этим пением. Слушайте. Господь, я хочу быть христианином в моём сердце. В моём сердце. Я хочу быть христианином в моём сердце. Я хочу быть христианином Я хочу быть христианином в моём сердце. Господь, я хочу быть христианином в моём сердце. В моём сердце. Господь, я хочу быть как Иисус в моём сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok